Как опыт таможенного союза, трехлетний, показал, наши представители нашего правительства, представители казахстанской стороны всегда проигрывают, никогда не могут нормально отстоять свои интересы. Вот в этом плане, вот посмотрите, как Лукашенко, как Белоруссия, за каждую копейку они дерутся и за каждую копейку они торгуются, а наши просто отпускают все, все позиции сдают на каждом шагу. И вот в результате мы даже вот эту алкогольную продукцию не можем протащить, элементарно. Единственное, что мы могли бы еще что-то, какой-то доход сделать. И кроме того, если, скажем, в этой интеграции европейской страна – голос, страна – голос. То есть не зависит от того, Люксембург маленькая, или Монако маленькая, или там Франция большая, там Германия и так далее. А у нас же получилась, значит, в России доля какая? 93, а нам поделили оставшиеся. И поэтому, и даже вот в таможенной комиссии, да, таможенная комиссия… Там, если там представительство, опять же, большее число россиян, меньшее число белорусов, а при голосовании, естественно, будут только российские там решения проходить. Это же понятно. А если бы это был равноправный союз, такой, как европейский, тогда бы каждая страна имела бы один голос, и в этом случае или представители поровну были бы, тогда можно было бы надеяться, что какие-то наши тоже интересы будут соблюдаться. А вот, что касается ВТО, здесь переговорные процессы идут уже почти, я бы сказал, с 93-го года. Это 20 лет, ну, 20, даже более, чем 20 лет. Все это давно уже отдельные договоренности, кроме того, что общие положения, еще отдельными странами, взаимные, двухсторонние, там как минимум 20 стран должно было быть. Все это уже было готово два года назад. И когда создавали таможенный союз, нам же объясняли, как? Что вот войти отдельно, рисковать, а так мы, три страны, подготовимся и прочее, и войдем коллективно. И тогда выяснилось, что коллективного членства вообще не предусмотрено ВТО. Каждая страна только по отдельности. Ну, тогда зачем мы создавали этот таможенный союз? Теперь, значит, таможенный союз и ВТО. Теперь, если мы войдем в ВТО, в этом случае многие ставки таможенные, эти самые, придется пересмотреть полностью. Это столько работы было сделано, теперь эта работа снова. Сколько же людей будут этим заниматься и сколько же денег они будут поглощать из нашего бюджета, из народных денег? Это вообще абсурд полнейший. И либо надо было войти в таможенный союз, тогда в ВТО не входить. Если уж Россия вошла в ВТО, тогда уж таможенный союз надо распускать. Тут вообще очень непонятно. Многовекторность, это же не означает вообще безумное многообразие. Тут же все-таки разумное должно же быть начало, а разумное начало нам диктует, что нельзя на две лодки одновременно садиться или, как казахи говорят, или разорвет его. Получается, что мы, если, значит, в Евразийском союзе будем, то однозначно мы должны отказаться от какой-то части своего суверенитета. Если мы надеемся, что членство в Евразийском союзе никак не отразится на нашем суверенитете, мы глубоко ошибаемся. Глубоко. Потому что мы уже сказали с вами, что комиссия преобладает в комиссии кто? Чьи голоса? Российской Федерации. А значит, любые, касающиеся наших интересов, вопросы будут решаться в интересах Российской Федерации. Это уже, значит, мы поделились частью суверенитета. А кроме того, в дальнейшем это же предполагает создание единого парламента, единого правительства. Опять же, на каких условиях? На условиях большинство будет диктовать условия. А опять же, здесь тоже наши интересы будут ущемлены. Кроме того, ведь раз создан союз, это означает, что мы должны перейти к единой валюте. Единая валюта уже потеря национальной валюты, это уже потеря определенной части независимости и суверенитета. И тут уверяй, говори, не говори, это совершенно, совершенно беспочвенно полагать и утверждать, что мы ничего не теряем, никакого суверенитета не теряем. Ну тогда, что это за союз тогда? Что это за наднациональные органы? Наднациональный парламент? Это же тогда общие законы, и причем с перевесом голосов Российской Федерации. Ну, это же просто, элементарно, невозможно сохранить полный суверенитет и независимость. Теперь, что касается ВТО, я говорю, что нам очень сложно будет с нашим правительством, с нашими представителями и с нашим государственным менеджментом поставить условия, значит, прочно и отстоять свои интересы будет очень и очень сложно, потому что нет у нас преданных своей стране, преданных душою, сердцем кадров, которые бы ставили бы цель отстоять интересы. Таких кадров, как, скажем, Беларусь, наши очень мягкотелые, аморфные и быстро соглашаемые, ну, просто соглашательства. Лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы чего-нибудь не вышло. Вот с таким государственным менеджментом мы только теряем, теряем, теряем. И не только наше национальное богатство, мы теряем и суверенитет, и независимость.